так всем привет дорогие друзья добрейший вечерочек с вами криптовки сегодня мы разберем рынок криптовалют довольно таки запоздал я с выпуском по времени потому что напомню вам зачастую я выпускаю видеоролики до 12 часов дня но вот последнее время чуть-чуть подзапаздывая потому что собственно мы занимаемся трейдингом и пилить контент и параллельно трейдите довольно таки очень трудно с учетом того что у нас также есть закрытая группа где мы зарабатываем деньги ну например последняя сделка по кьют он принесла нам 7125 долларов лично нам прибыль получилось естественно больше чем значит 10 процентов по этой сделке да и это меньше чем за 7 часов закрытой группе мы проторговали эту монету поэтому также здесь будет тот сигнал сетап где было сказано что нужно покупать определенно если кто-то не зашел в ракету что касается самого рынка криптовалют то радует естественно нас xrp собственно за последние семь дней он вырос на сто четырнадцать процентов сегодня мы также разберем эту монету разберем google тренды да что же там интересного и что в принципе стоит ожидать от рынка криптовалют что касается самого рынка криптовалют то сейчас ситуация такая то что крупный капитал играется как с биткоином так и с альткоинами это означает то что биткоин доминанс он хоть у нас и до этого вырос но сейчас то есть находится в откате то есть доминирование биткоина падает альткоины растут и в принципе это понятно кроме того кроме этого появились новые естественно деньги на рынке капитализация рынка пятьсот семьдесят шесть миллиардов долларов больше чем пол триллиона долларов до определенно можно сказать что рыночная капитализация рынка крипту рано или поздно достигнет один триллион долларов при этом можно уже раскатывать губу на xrp свыше естественно 1 доллара 50 центов об этом мы тоже сегодня поговорим почему именно эта цифра эфириум свыше тысячи долларов биткоин свыше определенно 20 а возможно даже и 30 тысяч долларов за одну монету ну и дальше другие монеты которые менее интересны хотя вот стеллар как антагонист xrp но он выстрел тоже на сто процентов что касается то есть биткоина если мы будем смотреть то биткоин обновил впервые за все время максимум это 19 тысяч долларов таких мы значений не видели с семнадцатого года и он уже подбирается активно к своему пику максимум это двадцать тысяч долларов за один биткоин какие здесь можно сделать выводы выводы таковы что растущий тренд нельзя шортить и это категорически запрещено если вы не знали да это говорит о том что тренд у нас еще определенно будет расти если это спотовая торговля то нам необходимо расставить грамотно стопы если это там маржинальная торговля то исключительно нужно работать по тренду ну в данном случае естественно лонг также нужно отметить что не у многих получается в маржинальной торговли работать почему потому что вот бывают такие ситуации например xrp впервые за сколько времени сходил почти до 1 доллара и например значит на одной из бирж это coinbase курс xrp поднялся значит больше чем 90 центов в то время как на бинансе битстампе и других биржах цена оставалась ниже 80 центов да это не справедливо но я считаю что так или иначе мы уже близки к победе а именно одному доллару за xrp и а соответственно сейчас люди те которые не покупали xrp которые всячески не прислушивались к моим советам сейчас кусают локти и спрашивают меня покупать не покупать для этого нужно знать какая альта еще себя покажет и у какой альты есть хороший потенциал например когда мы вчера давали сигнал по кьюту мы знали что то монета выстрелит и соответственно из 50 тысяч долларов превратили еще плюс 57 тысяч долларов то есть плюс 7000 125 долларов это собственно получилось моржаться сделки поэтому нужно отметить что действительно люди все-таки забегают последними силами в последний вагон что не нужно естественно делать что касается интересного то что если мы будем смотреть на график биткоина то график биткоина естественно он растет параболически то есть мы увидели параболику значит в семнадцатом году мы увидели параболику в девятнадцатом году кстати восемнадцатом если что параболики не было поскольку был медвежий тренд и соответственно параболика настигла нас в двадцатом году также нужно отметить что нам нужно перебить хай 19 тысяч восемьсот 33 доллара на бирже coinbase чтобы продолжить движение наверх это исторически очень важно на данный момент если этого не будет то скорее мы будем видеть боковик биткоина и выставил альткоинов или же снижением биткоина выстрел альткоинов или же снижение биткоина и снижение альткоинов то есть вот эти сценарии невероятно поэтому здесь также мы видим что вполне в принципе такая закономерность что киты они продают на хаях стесно если мы не перебьем 20 тысяч долларов то мы отправимся вниз что касается значит биткоин google трендов то стесно сейчас с биткоином повышенный интерес собственно есть и орудует то есть люди естественно его гуглят и естественно чаще ищут биткоин да и естественно если мы будем смотреть и конечно же по сравнению с хайпом семнадцатого года такого нету но тем не менее так же если мы зайдем google тренды сейчас то повышенный интерес по биткоину все-таки присутствует люди видят что рынок крипто растет люди видят что традиционный бизнес малый и средний бизнес жмут именно карантином да и люди думают куда вложить деньги но естественно они смотрят на крипто на эту процентности но вполне могут идти сюда и скорее идут сюда нежели нет что касается значит xrp то если мы будем смотреть что же у нас по итогу то вообще xrp может достичь 440 долларов за монету это значит основание собственно было сделано по индикатору да и осна мы видим есть уровень 128 вот как раз туда xrp и приходит например если мы будем брать здесь до pump xrp и вот здесь да то естественно 2,6 то есть это уровень значит около 9 долларов то есть сюда мы вполне можем прийти 16 значит это 55 долларов за xrp да это сейчас в принципе звучит немного нелепо даже принципе любому кому скажи он не будет это верить да если тем более он не сидит в ракете и пропустил эту ракету но тем не менее прогнозы там они такие оптимистичные что касается значит других новостей то что поддерживаемый ripple стартап ford объявляет о множестве партнерских отношений и вместе ford ее портфель партнеров разработчиков изучают проверяют и интегрируют новый игровой процесс и экономические модели как существующие так и в будущей игры некоторые улучшают популярные игровые механики такие как получения внутри игровых косметических предметов и награды для игроков другие исследуют более радикальные концепции такие как владение управления гильдию внутри игровые услуги предлагаемые игроками другим игрокам и опыт сообщества ну то есть мы видим что ripple также а заключила партнерство с тем партнером которые собственно будет стремиться развиваться в игровой индустрии что касается sbi group то там она предоставляет конечно же кредитный продукт для ripple xrp и своем пресс-релизе sbi group рекламирует высокую надежность нового предложения по кредитованию чтобы снизить опасения по поводу риска банкротства в этой рыночной ниши кред одна из ведущих криптовых компаний с обязательствами на сумму 500 миллионов долларов обанкротилась в начале этого месяца что вызвало потрясение в отрасли на данный момент можно одолжить только bitcoin на момент написания максимальная сумма установлена в уровне 0.1 btc низкий риск спровождается низким вознаграждением но что касается фильм а то нулевая стадия фильм 2.0 стартует уже 1 декабря и в депозитарный контракт неси но свыше а полу миллиона эфириума это говорит о том что уже фильм движется к тому чтобы быть на профстейке вам необходимо собственно пользователи которые будет интересен значит этот вид майнинга до своего рода то он должен нести 32 эфириума да и естественно он будет получать в месяц вернее в год определенную сдачу доходность не прибегая к майнингу что касается сел paypal то вот генеральный директор шульман говорит что он оптимистично настроен по поводу биткоинов как валюты а почему так потому что paypal они добавили bitcoin помимо биткоина они также добавили другие криптовалюты которые пользователи могут покупать но ограничены например 20 тысяч долларов по моему в неделю то есть есть присутствует ограничение ограничение есть но тем не менее в принципе мы видим что paypal одобряет криптовалюту подводя итоги рынка можно сказать определенно то что у нас нету сейчас какого-либо затухания по рынку криптовалют то что здесь в принципе сейчас происходит это не что иное как значит сбрасывание лонговых позиций именно здесь бреют маржинальщиков и но тем не менее если мы будем смотреть с вами на четыре часа то падение выкуплено а именно речь идет о падении которое сопровождалось сегодня утром например значит 11 утра до естественно здесь когда мы упали здесь это падение выкупалась также мы здесь оставили фитиль по xrp практически картина идентична и идентична она у многих альткоинов где-то мы упали но тем не менее здесь активно выкупали например эфириум и активно выкупали значит лайткоин это говорит о том что у игрока еще есть интерес тянуть рынок наверх то есть в принципе выкупают позиции но и в то же время есть уже крупные капитал которые здесь определенно фиксируют свои позиции но мы видим что происходит выкуп этих позиций и это своего рода передача денежных средств туда и здесь уже крупные инвесторы которые выкупили это падение они значит ну надеются что это пойдет все дальше тем не менее нужно отметить что индекс страха и жадности у нас зашкаливает да то есть сейчас люди в эйфории и покупают криптовалюту запомните что сейчас многие спрашивают а что купить например меня в личку спрашивают что купить xrp там bitcoin не bitcoin да а не говорят что продать вот в чем принципе подвох вот в чем загвоздка то что люди сейчас не говорят а что продать а с откуда выйти да а как там зафиксировать сколько прибыли то есть они наоборот говорят а что купить и это довольно таки плохо потому что покупать все это дело на хаях и там куда бы ты не зашел то есть если сейчас лимонет все-таки bitcoin вниз то есть скорее весь рынок пойдет вторым но не скорее она так и есть но рынок опустится потому что имеется перегретость да и люди спрашивают а что купить нужно спрашивать что продавать что зафиксировать какие позиции зафиксировать да и так далее но тем не менее с вами был криптовки всем ночи всем пока и до новых встреч